Боксер Георгий Кушаташвили, которого подозревают в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, обжаловал решение о своем аресте. Напомню, в понедельник двукратного чемпиона России отправили под стражу на два месяца. Тем временем в СИЗО Кушаташвили уже навестили члены общественной наблюдательной комиссии. Репортаж Егора Брагина. Высокие кирпичные стены и на окнах решетки. Сразу после ареста сюда доставили двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушаташвили. Журналистов к именитому арестанту пока не пускают. Все подробности его быта на расхват. Сейчас Кушаташвили находится на карантине. Спортсмен абсолютно здоров, просто должен пройти обязательный медосмотр в двухместной камере. Там нет ни телевизора, ни холодильника. Но сам к таким тяготам, скажем так, суровым, относится весьма спокойно. Говорит, что 8 лет уже телевизор не смотрел, поэтому готов не смотреть его и дальше, и впредь. Для него, конечно, важно, чтобы были книги. Оказалось, что спортсмен наш, боксер, читающий. И сейчас он, в частности, перечитывает книгу «12 стульев». В ближайшее время Кушаташвили должны перевести в обычную камеру. А пока он привыкает к казенным харчам. Ему сейчас уже стали приносить передачки. А так, в принципе, я могу сказать, что тюремная баланда, так его называют заключенные в СИЗО-4, одна из самых, наверное, таких лучших из наших московских изоляторов. Он ест кашу, он берет горячее. Он, конечно же, сам понимает, что это не ресторан. По словам Евы Меркачевой, Георгий Кушаташвили намерен соблюдать сразу два режима. Установленный в изоляторе и спортивный. Администрация пообещала учесть тот факт, что ему необходимо поддерживать форму. К слову, спортзал в СИЗО платный, но даже за деньги посещать его ежедневно не получится. Слишком много желающих. Кушаташвили сможет рассчитывать на три посещения в неделю. Однако тренировать ударную технику все равно не получится. Все контактные и боевые виды спорта в СИЗО запрещены. Но есть тренажеры и внутренний дворик, куда боксер сможет выходить на пробежку. Попал. Отлично. К своим медалям Георгий Кушаташвили шел со школы, усердно тренируясь каждый день. Боксерский талант и трудолюбие вскоре принесли высокие результаты. В 2015-м, когда ему исполнилось всего 20 лет, парень из небольшого бурятского села выиграл свой первый чемпионат России. Спустя три года он вновь повторил успех. Главная мечта Георгия – золото Олимпиады в Токио. Теперь дальнейшая спортивная карьера Георгия Кушаташвили зависит от решения суда. Однако, каким бы оно ни было, чемпион все же намерен вернуться в ринг. Он делает зарядку и вообще в течение дня отжимается, приседает. Комплекс упражнений, к которым он привык. Чем дальше будет идти счет на дни, тем, скорее всего, он будет больше понимать, что задержался в изоляторе. И вот тут-то как раз его все мысли о спорте, они будут принимать такой, наверное, какой-то грустный, удручающий характер. Потому что, понимаете, это трагедия всегда для спортсмена. Однако, подобных спортивных камбэков хватает. Так, чемпион мира по самбо Расул Мирзаев после полутора лет, проведенных в СИЗО, одержал три победы к ряду. Более свежий пример история с Кокориным и Мамаевым. Во время отбытия наказания футболисты особо и не переживали за свое будущее. Устраивали в колонии матчи с заключенными. После освобождения практически сразу подписали выгодные контракты с клубами. Адвокат Георгия Кушитошвили уже обжаловал заключение спортсмена под стражу. Боксер надеется, что ему переизберут меру пресечения на домашний арест. Сделать это будет крайне сложно. Слишком тяжелые статьи, говорят юристы. Чемпиона, напомним, подозревают в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. Пока в деле тяжелые улики обвинения, в том числе изъятое вещество и эти видеокадры, на которых пострадавший офицер, боксеру может грозить до 10 лет колонии. Егор Брагин, Александр Иванова, Вести, дежурная часть. Продолжение следует...